Что новенького в работе с документами предлагает нам релиз Bittrex 24 Berlin? Какие возможности обновленного редактора и могут ли совместно с вами работать с документами люди, которых вообще нет в вашем Bittrex 24? Досмотрите это видео до конца и мы вам все обязательно покажем, а кое-что даже расскажем. Или наоборот. В деятельности любой современной компании работа с документами занимает определенное важное место. Я думаю, этого объяснять не стоит. Или все-таки стоит. А если вам больше нравится вдумчиво читать, чем смотреть веселые картинки, в описании вы найдете ссылку на текстовый вариант данной статьи. В любом случае, уже давно канули в лету те времена, когда для работы с документами вам необходимо было работать в офисной программе, сохранять файл, передавать его по электронной почте или каким-то другим способом. Ваш коллега делал вправки и присылал вам файл назад. И очень хорошо, потому что это был настоящий ад. Но все кардинально поменялось после появления сервисов по предоставлению возможности работать с документами онлайн. Таких программных продуктов великое множество, но Google Docs занимает лидирующую позицию, по крайней мере, на рынках СНГ. Я думаю, каждый из вас уже имел возможность пользоваться данным сервисом, поэтому останавливаться на всех прелестях работы с документом онлайн мы не будем. Тем более, что нас интересует обновление в конкретном продукте, то есть в Bitrix24. И ранее возможность совместной работы с документами внутри Bitrix24 была определенной фишкой, о которой много говорили и которую много хвалили. Так что же поменялось теперь? А все дело в том, что до весны 2021 года Bitrix24 использовал постороннее программное обеспечение для совместной работы с документами. То есть система позволяла просматривать файлы определенных документов, а также редактировать их, но привлекала посторонние ресурсы. Это мог быть тот же самый Google Docs или Microsoft Office Online или Microsoft Office 65. Много различных способов. Все это, безусловно, хорошо и удобно, но есть одно большое НО. Привлекая стороннее программное обеспечение, Bitrix24 ставал зависимый от него, а значит, зависимым был и ваш бизнес. Не у всех сотрудников, например, есть учетная запись в Microsoft Office Online, а без нее редактировать совместный документ было невозможно. Стоит также заметить, что если ваша компания использует корпоративный пакет того же Google Docs, то это не бесплатно и стоит, в принципе, немалых денег суммарно. Все это накладывало определенные трудности на работу с документами внутри Bitrix24, хотя, конечно, уже было намного прогрессивнее, чем у конкурентов. Несмотря на все это, огромным минусом было то, что внутри Bitrix24 невозможно было создать какой-либо документ. Его туда можно было импортировать и уже там обрабатывать, но не создавать. Но с каждым годом Bitrix24 остается все более удобным, и как раз в релизе Берлин проблема с документами была решена окончательно. Пользователи облачных порталов уже наверняка заметили новый элемент левого меню, так называемый раздел «Битрикс24 документы». Именно здесь отображаются абсолютно все документы, с которыми вы работаете или к которым у вас есть доступ. Также здесь вы можете создавать уже непосредственно полноценные файлы. У редактора внутри Bitrix24 появился собственный интерфейс. Теперь документ открывается в слайдере и абсолютно не требует постороннего программного обеспечения. Как большой ценитель различной офисной... От себя хочу добавить, что этот интерфейс показался мне действительно интуитивно понятным и красивым. Первые впечатления о нем весьма приятны, а в дальнейшем и вы сможете оценить, насколько просто и понятно работать с обновленными инструментами по работе с документами. «Битрикс24 помогает бизнесу работать». Но все-таки главной особенностью документов в Bitrix24 является возможность совместной работы над одним файлом разных сотрудников. Вспомните, как это происходило в случае с Google документами. Конечно, здесь есть набор внутренних инструментов, которые позволяют поделиться ссылкой на документ или открыть доступ, но практически все делают одно и то же самое. Они создают документ, копируют ссылку и отправляют его коллегам. Иногда эти ссылки не копируются с первого раза или копируется что-то не то, поэтому копипастинг занимает определенное количество времени и отнимает определенные нервы. А иногда прямо-таки много нервов. Но в Bitrix24 вы можете забыть об этом, потому что предоставить доступ своему коллеге можно обычным функционалом, подобно тому, как вы открываете доступ на другие документы, файлы или добавляете людей в задачи. То есть просто нажали «Поделиться», выбрали отдел, выбрали сотрудника, нажали «Ок» и все, он уже с вами в документе, работает и видит изменения в режиме реального времени. Конечно, даже в обновленном редакторе ссылки остались, их можно также копировать и отправлять. Но особый интерес представляют публичные ссылки, которые позволяют делиться вашими документами с людьми, которых даже нет в Bitrix24. Публичные ссылки встречаются и в других разделах Bitrix24 и являются особенностью данного продукта, за который его можно смело хвалить. Ведь такую ссылку можно защитить паролем, можно установить определенное время, в течение которого она будет активна, а потом самоликвидируется. Это значительно повышает безопасность работы онлайн и позволяет вам без страха и угрызений совести делиться документами с пользователями как внутри вашего Bitrix24, но без доступа до данного документа, так и вообще с людьми, которых в системе нет. Да-да, вы не слышались, если обычный человек просто откроет в браузере такую ссылку, у него будут все такие же самые инструменты, как и у вас, для совместной работы. Согласитесь, это весьма удобно, особенно при взаимодействии с клиентами или контрагентами. Ну и, конечно же, необходимо внести ясность, а что же является документом. Ведь в понятии многих пользователей это просто текстовые файлы. Но это ошибочное представление, поскольку документ это не только текст, это также и электронные таблицы, и файлы презентаций. И со всеми популярными форматами данных документов Bitrix24 взаимодействует. То есть вы можете без проблем загружать в систему файлы в определенных форматах, а также создавать их внутри системы и выгружать для внешнего пользования. Ну а просматривать в Bitrix24 эти файлы вы можете всегда, вне зависимости от того, установлен ли у вас Word последней версии или там, например, Excel. Согласитесь, это также очень удобно. Таким образом, если подытожить сказанное выше, получается, что в релизе Berlin Bitrix24 получил новый мощный инструмент, который значительно облегчит работу вашей компании. Конечно, об этом очень долго можно рассказывать или показывать какие-то скриншоты, но намного проще попробовать поработать с документами самостоятельно. И такая возможность уже есть у всех пользователей облачного Bitrix24, включая бесплатный тариф. Поэтому не теряйте времени, ищите в левом меню новый пункт «Документы», пробуйте, создавайте, загружайте и делитесь с коллегами. Этот его стоит. А на этом, собственно, все. Поставьте данному видео лайк, если информация была полезна, или сделайте репост. Нам будет приятно в любом случае. Также не стесняйтесь оставлять свои комментарии или задавать вопросы сотрудникам о ВИВе. Как видите, мы очень любим на них отвечать. В видеоформате тоже. Желаем процветания вашему бизнесу. Пока!